Еще недавно все смеялись над Юрием Луценко и над его рыбалкой на большую рыбу. А генпрокурор не просто сходил, а сходил с ночевкой и возвращаться, судя по всему, пока с нее не намерен. 30 июля генпрокуратура задержала руководителя фракции партии регионов Александра Ефремова. Задержание произошло в аэропорту, откуда некогда главный парламентский регионал собирался переместиться в Вену. Как говорится, подальше от родных пенатов. Хотя, учитывая, сколько денег Ефремов успел вывезти за рубеж, Австрия ему давно стала гораздо роднее. Но не срослось. ГПУ оказалось проворнее и шьет Ефремову необыкакую статью. Совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, что привело к гибели людей и других тяжких последствий. А также до конфлекта организация и содействие созданию террористической организации ЛНР и незаконном завладении имуществом. Иными словами, под залог в этот раз выйти не получится. Собственно, сомневающихся в том, что Ефремов имел отношение к созданию так называемой ЛНР, нет. Свидетельств более чем достаточно. Правда, их было достаточно еще в феврале прошлого года, когда бывшего лидера регионалов арестовали впервые. Но тогда ему удалось выйти под залог. В этот раз прокуратура оказалась более подготовленной. И Ефремов присел на два месяца, а дальше все будет зависеть от следователей ГПУ. В некотором смысле для них это дело чести, поскольку все шишки за то, что в первый раз Ефремову удалось выйти, посыпались именно на ГПУ. В частности, нардеп от БПП Мустафа Наем не стесняясь обвиняет в этом силовиков. А его коллега Сергей Лещенко идет еще дальше, заявляя, что ГПУ ловит неких сбитых летчиков, вместо того, чтобы сажать сегодняшних коррупционеров. И тут становится совершенно непонятно, Лещенко поддерживает задержание Ефремова или нет? Ясное дело, для целого ряда нынешних политиков мешать все в кучу стало делом обычным. Но вот только давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно. Конечно, Ефремов сегодня не задействован ни в каких коррупционных схемах. Но, во-первых, при режиме Януковича он занимал важное место в семье. А во-вторых, при чем тут вообще коррупция? Ефремов задержан за создание террористической организации. За то, что при его непосредственном содействии захватывались административные здания в Луганске. И, возможно, для депутата Лещенко это меньшее зло, чем, например, сегодняшние коррупционеры. Но такая позиция у нормального человека может вызывать по меньшей мере удивление. И от того, что сегодня Ефремов никому не нужный, ни на что не влияющий, давно вышедший в тираж пожилой и больной человек, суть того, что он виновен в смертях тысяч людей, не меняется. И, безусловно, арест Ефремова это послание. Но ошибочно полагать, что только к царькам прошлого. Украина уверенно движется к правовому государству, а значит, уважаемые чиновники и депутаты, и нынешние, и бывшие, помните, царствование не вечно, и в конце концов за все приходится платить. Ну и пожелаем генпокуроры, чтобы в сторону не вильнуло.